Привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами будем обсуждать такую важную, на мой взгляд, тему Как же полюбить и принять свою собственную квартиру, если она вас немного не устраивает, если в ней нет какого-то суперкрутового дизайнерского ремонта, очень дорогой модной мебели, и вообще, возможно, это не предел ваших мечтаний. Что же с этим всем можно делать, чтобы жить комфортно, получать удовольствие? Сегодня будем разбираться. В общем, если для вас эта тема интересна, то присаживайтесь поудобнее и давайте начнем. Итак, перед тем, как мы начнем по пунктам, я считаю, что самое важное это просто сесть и подумать для себя, решить, насколько для вас эта квартира подходит. Под квартирой я сейчас имею в виду нечто такое очень цельное. Это и дом, и соседи, и благоустройство, и инфраструктура вокруг вашей квартиры, район, и даже метраж. Если вы категорически считаете, что нет, в этой квартире я не смогу жить, мне здесь не нравится, я не люблю этот район, я мечтаю отсюда переехать, и вообще она очень маленькая, я не вижу себя здесь живущей через 10 лет, то тогда вообще не имеет смысла что-то с этим конкретным интерьером и с этим метражом делать. Я считаю, что здесь нужно искать варианты, сейчас очень много всего предлагает рынок, можно эту квартиру как-то в моменте поменять, перепродать, купить что-то другое в подходящем вам районе, и тогда уже благоустраивать свое новое внездышко, но в месте, которое вам нравится. Если же нас в целом все устраивает, но есть просто какие-то определенные моменты, например, не очень удачная планировка, маленькая кухня, или вас бесит разделенный, либо наоборот совмещенный санузел, но вы в принципе готовы с этим работать, то самое первое, что нужно сделать, это естественно взять тоже и проанализировать свой интерьер. Очень помогает прям выписывание по пунктикам. Первое, например, меня не устраивает, что кухня очень маленькая, и я не могу там вместить свою технику, которая мне нужна. Второе, допустим, места для хранения неорганизованы. Третье, мне бесит цвет стены, покрытие пола и тому подобные вещи. И уже таким образом, если вы будете видеть четкий список на листочке причин, почему вы не можете полюбить эту квартиру, хотя вы в ней живете, она является вашей, вы сможете все изменить. Следующий пункт, который я выделила, и считаю его очень-очень важным, даже поставила в самое начало этого ролика, и называется он «Начни прямо сейчас, не откладывай, и начни с мелочей, чтобы потом прийти к красивому цельному интерьеру и к обстановке, которая вам будет нравиться и в которой будет комфортно жить». Я сейчас имею в виду различные бытовые моменты и мелочи, которые, если они не в порядке, очень сильно нас раздражают и влияют на наше психическое и даже физическое здоровье. Например, у вас течет кран, либо забита раковина, либо шатается унитаз, или там порог какой-то недоделан, тоже пол шатается, когда вы туда каждый день наступаете. Это вся совокупность мелких бытовых вещей очень сильно раздражает, бесит. И многие думают, что да, у меня в квартире плохой ремонт, какая-то непонятная мебель, поэтому пусть эти косяки просто накапливаются. Я могу сказать, что ничего подобного, если вы начнете с себя, начнете с этих маленьких вещей, поверьте, что это будет уже такой огромнейший шаг к переменам вашей жизни. Двигаемся дальше, я снова буду говорить вам про расхламление и про избавление от ненужных вещей. Даже если у вас очень маленькая квартира, либо какая-то квартира, которая вас сильно не устраивает в плане своего ремонта, но пока нет какой-то финансовой возможности, чтобы здесь глобальную переделку сделать, сделать красивый и качественный ремонт, ничего страшного, вы можете просто взять и выкинуть старые вещи, какую-то дурацкую ненужную мебель, которая вас бесит, раздражает и вообще просто занимает место. Поверьте, лучше жить совсем без мебели и с минимальным ее количеством, но если это будет мебель, которая вам нравится, скажем, просто раскладной диван, либо кресло-кровать, либо рабочий стол, лучше будет пусть ее небольшое количество, но классной, современной, чем это будет старая дурацкая мебель, на которую просто не хочется даже без слез смотреть. То же самое касается и более мелких вещей, избавьтесь от ненужных вещей в вашем гардеробе, в обуви, в каких-то книгах, бумагах, документах. Если в нашем доме есть только нужные вещи, только любимые книги, только классные одежды, которые нам нравится носить, то это все очень позитивно влияет и на наше мышление, и в целом на нашу жизнь. Двигаемся дальше, и после расслабления, естественно, нам нужно вдохновение, нам нужны новые идеи. После того, как мы от хлама избавились, мы должны найти какой-нибудь красивый интерьер или несколько интерьеров. Возможно, это квартиры гораздо больших площадей, но это сейчас совершенно не важно. Мы должны эти картинки у себя в голове постоянно визуализировать. Идеально, если эти картинки получится распечатать и где-нибудь под рукой держать, но также подойдут абсолютно и электронные версии, можно папку на рабочем столе компьютера создать, туда складывать такие классные интерьеры, в которых, да, вы бы мечтали жить, вам бы хотелось иметь такую конкретную мебель, постоянно это визуализировать, постоянно к этому обращаться. И тогда у вас появится не только цель купить что-то конкретное с этой картинки, но и в целом поменяется ваше мышление, вам захочется жить лучше, и вы поймете, что все в ваших руках. Здесь я бы хотела добавить, что вообще эти глянцевые журналы и красивые идеальные люди на фоне идеальных стерильных интерьеров, это, естественно, ни разу не истина в последней инстанции. Надо понимать, что журналы, это, конечно, и своего рода постановка для того, чтобы вы посмотрели, как это все может выглядеть. И это почти никогда не бывает на 100% правда. Это не жилой интерьер, это просто красивая картинка. Не нужно разочаровываться, сидя в своем интерьере, который, возможно, вас не очень устраивает, глядя на эти модные журналы и просто впадать в депрессию по поводу в целом своей жизни. Даже если у вас очень маленькие квадратные метры, нужно смотреть на достоинства и именно их выделять. Например, если ваша квартира в каких-то долговых обязательствах, типа ипотеки, можно представить, что да, я сейчас за эти 40 метров выплачу, и у меня будет классная, красивая квартира, я ее обставлю так, как мне нравится. И дальше мне не нужно будет всю жизнь работать на то, чтобы эти стены как бы выплачивать. Если так обсуждать, что многие мечтают, например, о 100-метровой квартире и потом об ипотеке на 50 лет своей жизни, мне кажется, это немного странно. Хотя, наверное, все люди разные, для кого-то есть приоритет получить там, заработать на крутое жилье в большом городе. Кто-то больше любит эмоции, кому-то достаточно совсем маленькой, компактной квартиры, но своей, и при этом, например, путешествовать, вкусно кушать, ни в чем себе не отказывать и тому подобные вещи. Подведя маленькое резюме, я хотела сказать, что совершенно не важно, где ты живешь, сколько у тебя метров, вообще этим, мне кажется, не мерится уровень достатка и уровень твоей, наверное, человечности. Самое важное это твои поступки, о чем ты думаешь, насколько ты готов сделать что-то для другого человека. Зачастую стены, отделка, мебель в квартире, в огромных квадратных метрах для многих являются едва ли не целью жизни, знаете, таким пунктиком, что я взял кучу кредитов, выплатил ипотеку, я молодец, это была моя миссия на земле. Я не очень с этим соглашусь, но повторюсь, что это мое субъективное мнение. Если вы очень серьезно настроились на ремонт и какую-то глобальную переделку, не только интерьерной, в целом своей жизни, то вам нужно прямо сейчас завести эту самую копилку на ремонт и туда откладывать ежедневно небольшое количество денежных средств, чтобы через время у вас там скопилась сумма, которую вы сможете отправить исключительно на ремонт, на то, чтобы усовершенствовать вашу квартиру, купить новые двери, сделать электрику, заказать отделочные материалы и тому подобные вещи. Это все очень здорово работает, если иметь конкретную цель. Вот у вас есть копилка на ремонт и у вас ежедневно, например, вы туда по 100 рублей кладете. Эту сумму я называла, естественно, абстрактно, но если это делать регулярно, потом это просто входит в привычку и когда вы достигаете какого-то определенного порога, у вас есть накопленная сумма, вы можете ее полностью снять и отправить на исполнение вашей мечты. Если не так много средств на покупку новой мебели, во-первых, мы можем покупать эту мебель постепенно и только ту, которая нам исключительно нравится и которая нам нужна. И второй момент, обязательно посещайте различные блошиные рынки. Иногда там можно найти очень крутые вещи, не только какие-то аксессуары и декоративные вещи для интерьера, но и мебель. Подремонтируйте ее, немного отреставрируйте, добавьте хендмейда, перекрасьте, в конце концов, под цвет вашего интерьера и у вас появится классная, красивая вещь с историей, которая будет вас радовать, вам нравится и нести какой-то функционал. Я думаю, что очень многим знакома ситуация, что квартира, в которой мы живем, навевает на нас грусть, тоску и депрессию, не хочется ничего делать, не хочется даже вылазить из постели, ходить на работу и готовить себе завтрак на кухне, которая вас бесит. Но человек так устроен, что он может подстроиться к абсолютно любым условиям жизни. Однако, мне бы хотелось отметить, что важно иметь в квартире хороший свет, чтобы он был достаточно равномерным и не тусклым. Во всяком случае, можно взять и просто снять старые занавески и впустить максимальное количество дневного света, когда это возможно. Это моментально способно поднять нам настроение и настроить на позитивный лад. Второй момент – это хлам и беспорядок, который тоже откровенно раздражает всегда. Даже если вам кажется, что вы не очень чистоплотные, но просто подсознательно непонятные, разбросанные вещи, которые лежат на своих местах, тоже очень сильно влияют на в целом наше состояние. Это же касается и чужих вещей, которые по непонятным причинам иногда появляются в наших квартирах. От всего этого, естественно, нужно избавляться, старые вещи выкидывать, чужие вещи возвращать владельцам, чтобы в вашей квартире хранилось только то, что вам нужно. И последний пункт, который я выделила – не теряйте время впустую, если вам кажется, что вам нужно теперь 10 лет копить на ремонт, чтобы закупить все эти материалы, двери, все это установить. В общем, суммарно – это огромное количество денежных средств, которых у вас пока нет. Можно заняться буквально-таки самообразованием. Сейчас есть очень много обучающих бесплатных роликов на YouTube из серии «Как положить ламинат», либо «Как установить двери». Вообще можно на любой вопрос найти ответ, тем самым вы потом можете сэкономить, вам не нужно будет ждать, чтобы подкопить денег. Вы очень многое сможете сделать сами. Это было все, чем я хотела сегодня с вами поделиться. Надеюсь, что эта информация пришлась вам по душе и, возможно, даст какую-то новую пищу для размышлений. Как всегда, желаю вам классного настроения. И закончить это видео мне хотелось бы следующей крылатой фразой «Что не место красит человека, человек-место». Пока человек-место! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok